Друзья, я рад всех приветствовать! Сегодня мы поговорим на очень интересную тему, достаточно важную и актуальную тему для многих. Как делить ипотечную квартиру при разводе? Как делить при разводе, купленную в браке, ипотечную квартиру и сам кредит? Об этом расскажу я, частнопрактикурищий юрист Евгений Корсакин. Общеизвестно, что имущество, купленное в браке, независимо от того, на кого оно оформлено, считается совместно нажитым. Ипотечная квартира не исключение. Многие считают, что если квартира записана, например, на мужа, и именно он платит ипотеку и имеет хороший официальный доход, а жена не работает, то при разводе квартира достается мужу. Даже если вы не работаете, и ипотека гасится исключительно из доходов вашего супруга или супруги, то при разводе вы все равно имеете право претендовать на половину недвижимости. Это правило установлено законом. При этом разделу подлежит не только общее имущество, но и общие приобретенные в период брака долги. Соответственно, разделу подлежат и ипотечные платежи. Ограничение накладывает только брачный договор, который определяет, как супруги будут делить имущество при разводе. Но даже этот документ можно оспаривать в суде. Два способа поделить ипотечную квартиру. Способ номер один. Очень часто супруги договариваются между собой и оформляют ипотеку на одного из них. Он же вносит платежи по кредиту. Соответственно, после полного погашения этот человек становится единственным законным владельцем недвижимости. В этом случае второй супруг должен получить денежную компенсацию за половину этой квартиры. Такая компенсация рассчитывается на основе рыночной стоимости жилья. Способ номер два. Ипотеку можно переоформить на обоих супругов. И в этом случае оба станут собственниками квартиры. В таком кредитном договоре должно быть четко определено, какую ответственность несет каждый заемщик по оплате кредита. При этом один заемщик не должен отвечать за второго. Это удобно, когда нужно оформить сделку с неравными долями, пропорционально участию каждого. Минус в том, что такой вариант подходит только тем, у кого после развода остались нормальные отношения, что на практике встречается нечасто. В этом случае обоих супругов защищают нормы гражданского права, касающиеся долевой собственности. Стоит также отметить, что оформление ипотечного кредита на обоих супругах возможно лишь в том случае, если каждый из них работает и получает стабильный ежемесячный доход. Также, конечно, необходимо согласие банка. Гражданский брак. Если брак не зарегистрирован в ЗАГСе, так называемый гражданский брак, то с юридической стороны он считается сожительством. Два человека не связаны между собой в правовом поле. В итоге при гражданском браке любое имущество, в том числе приобретенное в ипотеку, принадлежит человеку, на которого оно было оформлено. Другой гражданский супруг на это имущество никак не претендует и ничего в случае расставания не получит. Безвозмездные сделки. Из совместно нажитого имущества исключается все, что получено по безвозмездным сделкам. То есть бесплатно. Простыми словами, то, что вы получили в подарок, по договору дарения, например, наследство по завещанию или по закону, а также в порядке приватизации, все это имущество только ваше. Факт, что вы получили это в браке, не важен. К разделу ипотечной квартиры это относится следующим образом. Если вы в браке унаследовали деньги и пустили их на первый ипотечный взнос, либо этими деньгами погасили часть кредита, то при разделе квартиры суд учтет эту сумму. Квартира будет делиться не пополам, а с учетом вложения личных денег. То же самое относится и к имуществу. Если вы получили квартиру или иное имущество, например, автомобиль, и продали его, а вырученные деньги впустили на оплату ипотеки, то также будет учтено судом при разводе. Важно следующее. Для того, чтобы ваши личные деньги, внесенные в ипотеку, учли при разводе пропорционально вашему вкладу в оплату ипотеки, необходимо заявить об этом суду и предоставить подтверждающие документы. Еще раз подчеркну, что сделка должна быть безвозмездной. То есть вариант, когда оформляют фиктивную куплю-продажу недвижимости, а на самом деле происходит передача вещи без оплаты, ну фактически дарения, не пройдет. Только дарение, наследование или приватизация. Роль банка. Ипотечная квартира находится в залоге у банка. Отметка об этом имеется в вашем свидетельстве о праве собственности или выписке ЕГРН. Для того, чтобы каким-то образом распорядиться этой квартирой, разделить, продать и так далее, потребуется согласие банка. Банки зачастую не дают такого согласия, если собственником хочет стать тот, кто по документам, например, получая серую зарплату, не сможет платить ипотеку. Желательно лично встретиться с управляющим филиалом банка, где вы оформляли ипотеку, и обсудить возникшую ситуацию. Здесь следует быть предельно честным и прямо сказать, кто будет платить ипотеку в действительности, а также уточнить, какие документы от вас потребуются для подтверждения доходов, если справку по форме 2НДФЛ вы получить не можете. Участие банка в судебном разворачивании по поводу раздела ипотечной квартиры обязательно, поэтому поддержкой банка лучше заручиться до суда. Если банк не соглашается с предложением о разделе ипотеки, суд обычно становится на позицию банка. В результате одна из сторон получает свою долю в праве собственности, но ипотеку платит тот, на кого она оформлялась. Тогда плательщик ипотеки имеет право потребовать половину от уплаченных денег по ипотеке с бывшего супруга. Дети и материнский капитал. При разделе квартиры стоит учитывать, и с кем после развода остаются дети. Если квартира покупалась без использования материнского капитала, то этот момент стоит учесть хотя бы в моральном плане. Дети не имеют права на имущество родителей, и если квартиру вы покупали без маткапитала, при разводе дети не получают долей автоматически. Таким образом, выделение долей несовершеннолетним происходит в добровольном порядке. Друзья, если вам понравилось это видео, поставьте лайк, пишите ваши вопросы в комментариях, я обязательно на них отвечу. До новых встреч! Пока-пока!